МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне Нового года серпуховичи получили досрочно квитанции по оплате коммунальных услуг за декабрь. У большинства возникло много спорных вопросов. Самые распространенные, как формировались начисления и почему в платежках не отобразилась оплата за предыдущий месяц. Решение есть. Давайте вместе разберемся, куда обращаться. Важно знать, вы оплатили коммунальные услуги за ноябрь до 10 декабря. Но в досрочной платежке в графе электроэнергии и газ стоят нули. Что делать в этом случае, подробно расскажут специалисты МОСОБОГИРЦ Серпухова. Мы жителям разъясняем, что если они оплатят в полном объеме, кто оплатил за длинные начисления, то деньги никуда не пропадут. Они учтутся переплатой, но за минусом сбалансируются в следующей квитанции, которая придет в феврале, за январь. Либо можно оплатить, кто не согласен категорически, не переплачивать текущее начисление за декабрь, по пятой колонке. Мы рекомендуем жителям не волноваться, так как в следующей платежке все денежки будут учтены. Возникли вопросы по оплате за отопление? В досрочных платежках начисления производились без показаний индивидуальных приборов учета? Не волнуйтесь, в платежке за январь будут учтены все нюансы. Если в расчет не попали показания приборов учета, либо их житель не передал, либо он передал в такие моменты, что мы их не успели и не смогли получить, и применить к расчету, тогда применяется информация из лицового счета, средняя за период предыдущий, не менее трех месяцев. Поэтому если житель не передал показания или не передал показания, ему начислили, особенно по электроэнергии, по большинству лицевых счетов начислено по среднемесячному объему. Поэтому ничего страшного, вы просто передайте, пожалуйста, как обычно в январе, с 15 по 26 число электроэнергию, и по 25 число мы принимаем по воде, холодной и горячей. Другими словами, надо просто передать текущие показания, и тогда перерасчет будет сделан автоматически. Вот и вся арифметика. То, что моя платежка шла 4 дня, я плачиваю онлайн, через телефон, и она шла не 2 дня, там было до 10 числа, у меня она прошла 12. За счет этого произошли нестыковки в оплате. Подошла к девушкам, они мне все очень хорошо объяснили, и я довольна. За разъяснениями можно обратиться и в свою управляющую компанию. Вам обязаны предоставить подробный отчет. В распечатке вы увидите, сколько гикокалорий было затрачено на отопление всего дома за каждый день. Мы сами можем экономить свои денежные средства и влиять на то, чтобы платежка была меньше. 15% разница за счет того, что во всех подъездах стоят пластиковые окна, и, наверное, там доводчики или пружины на входных дверях. И, соответственно, сразу такая разница каждый месяц. То есть наше отношение к собственному имуществу может нам позволять экономить наши же денежные средства. Если возникли финансовые трудности и нет возможности оплатить коммунальные услуги, отправляйтесь к специалистам МОСОБО ГРЦ. Они направят все необходимые документы поставщикам услуг и проконсультируют, как поступить в данной ситуации. Можно обратиться к нам, но тогда мы это заявление будем направлять непосредственно поставщикам услуг. Законодатель позволяет обратиться и получать рассрочку, если поставщик услуги соответствующим образом получит все необходимые документы, и нам даст информацию об этом, мы отразим ее в платежном документе. И поставщики услуг всегда заинтересованы, чтобы житель погашал свою задолженность. Итак, давайте еще раз повторим, что делать, когда пришла досрочная платежка за декабрь и не прошла оплата за предыдущий месяц. Первое. Не волноваться. Все деньги будут учтены в квитанции за Неварь, как и показания индивидуальных приборов учета. Остались спорные вопросы? Смело обращайтесь в МОСОБО ГРЦ Серпухова, либо звоните по телефону, который сейчас видите на экране. Специалисты подробно объяснят, как формировались начисления и подскажут, что делать, если, например, возникли финансовые трудности. Полный перечень адресов клиентских офисов можно посмотреть на сайте расчетного центра. График работы ежедневно с 8 до 19.00, в субботу с 9 до 15 часов. И помните, решение есть всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова